Мечи, щиты и доспехи – точные копии тех, что носили варяги и русские витиди в раннем средневековье. Иван Горшков, инженер-химик в реальной жизни, на ресталище выходит в образе северного воина. Обмундирование по всем канонам делал собственными руками. Доспех скандинавского воина-дружинника, который мог жить и в Скандинавии, и в севере Руси, так и в южных частях Руси. Будучи дворяшским наемником. У меня шлем нормандского сипа с кольчужной бармицей и ламелляр из бирки. Скандинавский ламеллярный доспех потянет на 4 килограмма. Русские богатыри были повыносливее, кольчуги – по 10 килограммов. Оружие тоже не бутафорское. По большому счету все по-настоящему. Оружие – это копии исторических находок с разницей только в том, что оружие не заточено. Моя сабля специально сделана под заказ, по историческим данным, именно Владимира Суздальского земли. С таким серьезным оружием даже в реконструкции поединка могут быть вполне реальные травмы. Чтобы избежать кровопролития, удары разрешено наносить только по защищенному металлам корпусу. Бой идет до трех попаданий. Главная идея – воссоздать атмосферу средневекового сражения. Я считаю, очень даже актуально вспомнить, откуда все началось. Конструируем 9-11 века. В основном народы севера. Почувствовать себя витязями могли и зрители. Правда, мечи неподготовленной публике вручили резиновые. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.